Здравствуйте! Никогда не угадайте, где мы и кто я. Ладно, мы находимся в Ашкелоне, как неудивительно. И сегодня я вам хочу показать район на Ашкелон. Не потому что он самый лучший, просто потому что здесь есть что показать, и здесь есть квартира по приемлемым ценам, доступным. Ой, чуть-чуть слезла. И сейчас я вам начну показывать, рассказывать. Я снимаю это в таком парке, это находится рядом с улицей Бангурион. Это такой большой-большой зеленый парк. Напротив меня дома. Сзади меня дорога. Здесь... Сейчас я пройду, покажу вам. Спасибо, что следите за каналом и присоединились к нам сегодня тоже. Сейчас я вам расскажу про район на Ашкелон и почему, собственно, мы начали про него говорить. Кто знает, мы... Мы... Я... Продали квартиру в Фитахтикве и теперь рассматриваем квартиру на покупку в Ашкелоне. Квартира в Фитахтикве была на четвертом этаже, компактная, малогабаритная, за меньше миллиона шекелей. И теперь по такой же стоимости мы должны найти квартиру в Ашкелоне. Это вы смотрите на улицу Бенгурион. Главная улица. Здесь все возвращаются с работы. И по нашим критериям просто подходит в районе Новотошкелон. Здесь можно купить трех-четырехкомнатную квартиру за сумму до миллиона шекелей. И это очень подходит для молодой семьи по разным причинам. Единственные минусы здесь нет. В этом районе в квартирах нет защитной комнаты, нет мамада ни на этаже, ни на... Ни в квартире самой тем более. Так что прячьтесь кто где может. В этом районе дома идут, что посчитаем, пятиэтажные, девятиэтажные. Почти во всех домах, практически во всех. Может быть есть какие-то исключения? Да, есть исключения, я вам потом расскажу. Есть балконы, что очень удобно, что очень улучшает. В этом районе, так как он не новый, есть очень много квартир на продажу. То есть если вы семья молодая, которая ищет для себя подходящую трехкомнатную и четырехкомнатную квартиру, вы можете сюда, мне кажется, обратиться, поискать, посмотреть. Он достаточно приятный. Сам он такого плана, что здесь идут три большие улицы. Одна из которых улиц, Невашилам, она просто как аллея. То есть там не двигаются на транспорте, только ходят ногами. Я вам покажу попозже чуть-чуть эту аллею. То есть получается очень достаточно тихий, спокойный район. Он разделен на две части. Но это Шпилон, эти дома, про которые мы говорим, которые вы можете видеть на картинке. И виллы. Есть крупная часть района, это частные дома. В Шпилоне много таких районов. Невед Калима, Фридар, Неве Ям, Неве Луни, Гольда. Это районы, которые состоят. Барне также. Как многоэтажные, многоквартирные дома. И рядом с ними есть дома частные. Что очень красиво, очень удобно. То есть получается здесь есть такие улицы в Шпилоне. Во-первых, нету загруженности сильной. Нету давки. А во-вторых, ты просто можешь открыть окно и смотреть, у тебя будет открытый вид. Не загораживать никакие дома с окном. Вот, кстати, это здесь дома, у которых нету балконов. Эта улица Ядут, Британия. И у этих домов нету балконов. Постройки, наверное, еще конец 80-х. У остальных есть. Продолжаем наш рассказ. Вот и перебралась на улицу Неве Шалом. Она называется. Это вся вот такая улица. То есть она полностью пешеходная. Единственное пересечение с дорогой у нее есть вон там, где я снимала вам дома. Вот там в конце. И вся эта улица, вдоль этой улицы, есть детские сады. Здесь так много детских садов, что иногда даже думаешь, что может быть здесь много очень религиозных семей. То есть откуда у них столько маленьких детей. Вот. Эти дома находятся на улице Арье. Вот эти девятиэтажные дома. В принципе, выглядят они прилично. Вот. Стало светлее. Смотрите, как здесь спокойно, тихо. Там есть детская площадка. Людей, в принципе, нету на улице, потому что карантин. Но и в обычный день тут тоже вот так спокойно. Посмотрите, вон, допустим, те дома, у которых окна, вот этот, который последний девятиэтажный, у которых окна выходят на сторону вот этой зоны, парка. У них на высоких этажах открывается спокойный, просторный вид открытый. И, конечно, никакие дома им тут не загораживают ничего. Отсюда можно видеть вот эти вот дома многоэтажные. Это уже начинается райот Невейла. Что начинается? Он уже там есть. И там тоже есть квартиры трех-четырехкомнатные. Постройки там более новые. И большой плюс, там есть защитные комнаты. Но это подойдет вам в том случае, если у вас есть плюс как минимум сто тысяч. То есть там цены начинаются в районе миллион сто пятьдесят, миллион двести. Это только за трехкомнатные. От этого здания не знаю, что это, не могу вам сказать. И, как видите, вот здесь, это последняя улица района, но вот в шкелоне многоэтажных домов. Там начинаются уже частные дома. А в самом районе, в домах многоэтажных живут жители. И, конечно, есть обычные семьи. Также есть много пенсионеров, как во всем шкелоне, русскоязычных. Пока что никого другого не заметила. Так, что еще я вам хочу показать. Вот это край района, но вот в шкелоне. Оттуда мы снимали вам. Я. Даже посмотрите, даже если кто-то живет на третьем, на втором этаже, у него тоже открывается открытый вид. Ничего не загораживающий. А там дороги, через дорогу находится спортивный комплекс городской и школы. Так что и на той, и на той стороне для жильцов этих домов все открыто. Спасибо, что следите за каналом. Все, кто следит за каналом, знают, что...